Здравствуйте, меня зовут Самой Ленканат. В этом году была очень снежная зима, и на самом деле наш телефон всю зиму разрывался от звонков и вопросов, нужно ли откапывать туи. Ну, может быть, снег и нужно было мокрый скидывать, а вот откапывать нет. Причем люди действительно спрашивают, нужно ли откапывать целиком. Я попросила нашу коллегу, нашу новую ведущую, Александру, съездить на загородные участки и посмотреть, как снегом обстоит дело. Прошу любить и жаловать, наша новая ведущая, Александра. Привет, вы на канале Европлант, меня зовут Саша, и я буду вести новую рубрику практических советов по уходу за вашим садом. Сейчас на ваших участках очень много снега. Давайте разберемся, что с ним можно сделать. Стоит ли его убирать или оставить так, как есть? Расчищать ли наши свойники, чтобы закрыть их от солнца? Убирать ли снег с каркасов или с укрытий? Сейчас растения находятся в состоянии покоя. Если вы начнете откапывать растения для того, чтобы укрыть их синтетической сеткой от солнечных ожогов, вы больше переломаете веток, чем принесете пользу вашему растению. Мы о хвойных растениях позаботились заранее. С осени стянули шаровидные туи шпагатом. Когда снимем весной, сразу будет сохранившаяся форма. Это сократит время восстановления кроны. Если вы этого не сделали, ваша крона тоже восстановится. Не нужно сейчас брать и лопатой раскапывать или скидывать этот снег. Так вы больше переломаете веток. Они очень ломкие, так как растения находятся в периоде покоя. Вот еще один классический пример. Это горные сосны. Вот здесь очень хорошо видно, как побеги снегом пригнулись к земле. Я вас уверяю, что их побеги очень гибкие и эластичные. И при начале сокодвижения они с легкостью восстановятся. Растения, которые страдают от снеголома и имеют ломкие побеги, например, мы защитили каркасами. Вот такие каркасы, затянутые снегом, что одновременно защитит наши растения и от солнечных ожогов весной. Весной снег становится липким и тяжелым, особенно при оттепелях. И пригибает ветки ваших хвойных растений или плодовых деревьев к самой земле. При возможности, если поедете на 8 марта на дачу, стряхните этот снег с побегом. Ранняя весна, самое время проветривать каркасы. Под снегом температура на 15 градусов выше, чем на улице. Представляете, какой эффект парника мы можем достигнуть при солнечных теплых днях весной. Поэтому с каркасов рекомендую снять снег и, возможно, где-то в укрытии сделать дырки, отверстия для проветривания. И еще, если вы осенью забыли про укрытие ваших молодых посадок тут, то сейчас самое время. Я только что вернулась с улицы, побыла там 2 часа и очень сильно замерзла. Первый оттепель еще не говорит совсем о наступлении реальной весны. И если вы уберете снег с ваших растений, как будет холодно им. Если вы будете раскапывать ваши растения, то вы лишите их дополнительной влаги весной. Ведь первый дождь весенний совсем еще не скоро. Первые месяцы весны у нас обычно очень сухие. А если вы забыли еще и влагозарядный полив осенью, то снег вам в помощь. Благодаря достаточному количеству влаги весной, растения быстрее тронутся в рост. Что тут непонятно? Земля у вас вымерзнет и сушится. И вам придется заниматься весной дополнительным поливом, когда в саду и так очень много работы. В итоге ничего не копайте, а готовьтесь лучше к обрезке плодовых. Об этом поговорим с вами в следующих роликах.